Главная русская забава в морозные зимние дни? Нет, не то, о чем вы сейчас подумали. Веселое катание на горках. На смену салазкам пришли ватрушки. Они и безопаснее, и сидеть мягче, и летят дальше. А вот сама горка у кинотеатра «Искра» словно из старой новогодней сказки. Она имеет даже летяные бортики по краям, чтобы не выпасть. Горка здесь не одна, их целых четыре. Есть даже для самых маленьких. Но для остроты ощущений мы выбрали самую крутую. Главное – сильно оттолкнуться, а там уже себе не принадлежишь. В лицо морозный ветер и снег, а на финише масса положительных эмоций. Зимнее катание не просто забава, но еще и хорошие физические упражнения. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки власить. По вечерам у кинотеатра людно. Приходят целыми семьями. Скажите, на горку ходите сюда часто? Мы сюда ходим почти каждый день, каждые выходные. Здесь очень красиво и весело. Скажи, тебе какая горка из всех больше здесь нравится? Больше эта горка нравится, она очень быстрая. Ну а тебе не страшно на ней? Нет. Ну вот я сейчас прокатился, мне было страшно. Не знаю. А ты как часто сюда ходишь? Каждый день. И сколько времени проводишь? Часа два-три. Мой внук, он живет на Ольховой улице, на Красном Камне. А сюда ко мне приходит специально, чтобы покататься на этих горках. Ему здесь очень нравится. Там у них такой забавы нет. Тут очень круто, здорово, очень круто. А чем круто, Олег? Что тут есть ледяные горки. Еще вот такая крепость. Можно по лабиринтам ходить. Что может быть лучше ледяных горок? По мне так только зимний лес. Все укрыто ровным белым снегом, березы словно зачарованные стоят. Лесные поляны, как чистые страницы огромной волшебной книги. Кто не пройдет по ним, словно распишется. Был здесь такой-то. А если пройти на лыжах? Владимир Бычков, тренер с 40-летним стажем. Он знает о лыжах все. Владимир Константинович, скажите, пожалуйста, вот я хочу заняться лыжами. Что мне для этого требуется? Хорошая экипировка, в первую очередь. Это? Это лыжи. Это лыжи. Это ботинки, хорошие крепления. Вот. И палки по размеру. Все должно быть по размеру. Значит, лыжи должны быть, если классические, выше роста где-то на 20 сантиметров. Если это коньковые, сантиметров на 5-10. Занятия проходят каждый день. Они совершенно бесплатны. С вас только экипировка, которая для начинающих стоит не больше 5000 рублей. Ну и, конечно, желание. Решил просто попробовать себя в лыжах. Понравилось, получалось. И решил это продолжить. И продолжаешь ты уже сколько? Почти три года. Я занимаюсь где-то два года лыжами. Мне нравится в этом виде спорта то, что здесь он очень-очень сильный и очень-очень быстрый. Так что, если надумаете провести новогодние праздники на лыжах, то добро пожаловать в Березовую рощу. Здесь три трассы, 500 метров, 2 километра и три. Выбирайте, какая вам по силам. Но если у вас нет ни лыж, ни санок, это все равно не повод сидеть дома. Есть одна новогодняя забава, для которой не нужна специальная экипировка. Достаточно тепло одеться, но иметь хотя бы пару перчаток. Это снежки! Помните, сколько радости было в школе после уроков запустить снежком в одноклассницу, в которую ты тайно влюблен? Девочки визжали, возмущались, а придя домой, писали в своих дневниках стихи. Что-то вроде «Иду, кратко я дворами, он вновь покоя не дает, он забросал меня снежками и сменку мне не отдает». Пусть наши школьные годы уже в прошлом, но мы в нашей редакции не забываем то счастливое время. Дима, что скажешь? Ничего хорошего, но завтра я отыграюсь, пускай сегодня я весь снегу получаю. Раньше на работе была физминутка, сейчас это отменили. Но вот мы как можем развлекаемся, гоняем кровь по своему организму, бегаем, играем в снежки. Очень весело. Можно найти еще массу развлечений, но главное не забывать улыбаться. Ведь Новый год – самый добрый праздник в году. Сотрудники телеканала «Видное ТВ» поздравляют вас с Новым годом! Не сидите дома!